Священники и монахи, прошедшие Великую Отечественную войну. Много ли мы знаем имен этих людей? Напомнить о них решили в городе Каменске-Уральском. Там в акции «Бессмертный полк» приняли участие священнослужители. Батюшки несли портреты своих собратьев-священников, прошедших через Великую Отечественную войну и погибших в боях. В Красной Армии, как известно, не было должности полковых священников, но были священнослужители, надевшие гимнастерку и взявшие в руки оружие. Или те, кто впоследствии посвятил свою жизнь Богу. Два месяца в эпархии ушло на то, чтобы создать список священников и монахов, солдат Великой Отечественной. Где-то доставали имена священников из текстов, просто поминовения. Большинство без фотографий, то есть искали их фотографии, где-то фроники доставали. И на фронте были священники, тоже шли в первых рядах в бой. Большинство приняли в сан священство монашества после войны, ушли в затвор. Многие отказались от наград, от знамен всех, чтобы никто про них не знал, были тайными. Кто-то из священников до 1941 года отсидел в лагерях, кто-то вернулся из ссылки. Никто не ввел точный учет лиц духовного звания, ведь они наравне со всеми встали под знамена Родины. У меня в руках портрет Алексея Маркиановича Станиславского, человеку, которому на начало войны было 70 с небольшим лет. Он из такого старого духовенства, который в годы Великой Отечественной войны организовал на своем приходе сбор средств для помощи сиротам, павших воинов и для помощи Красной армии. Он был артиллеристом, у меня дедушка тоже был артиллеристом, поэтому судьбы сходятся, сводятся, поэтому мне приятно нести эту фотографию. Этим шествием священнослужители епархии хотели напомнить всем, что без Господа этой победы не было бы. Победа, она ковалась не только на фронтах, не только в тылу, она еще ковалась и в храмах. Родина наша в опасности, и она созывает нас, все в ряды, все на защиту родной земли. Эти слова в суровые дни испытаний произнес с патриаршем и стаблюститель митрополит Сергий Строгородский. Его портрет нес владыка Мефодий, глава епархии. Из-за этого призыва были забыты многие обиды, огорчения, которые, к сожалению, были в то время между церковью и государством. Все, забыв, переступив через свои обиды, пошли встали на защиту Родины. Поэтому не помнить о духовном вкладе, о вкладе духовенства, об участии церкви в этой Великой войне было бы неправильно. Общность церкви и народа, память о тех, кто не только словом, но и делом, личным примером, воодушевлял воинов на борьбу с оккупантами и, конечно, уважение и благодарность. То, что смогли увидеть и почувствовать каменцы через фотоснимки людей, воинов и священнослужителей.